всем привет с вами Дмитрий Михайлов и вы на моем канале Коминбай сейчас я нахожусь на очередном своем объекте февраль месяц дачный кооператив вокруг одно поле и перед вами стоит домик зеленой крыши к нам заказчик обратился задача у него отопить дом но печка уже купил йотул f602 зайдем вон внутрь я вам ее конечно покажу чугунная печка такая классика чугунного исполнения очень известная очень популярная печь от норвежского производителя йотул и сейчас мы находимся уже в комнате перед вами легендарная да легендарная печка от норвежского производителя йотул f602 чугунное исполнение двойная стенка я потом в конце видео покажу как она устроена простая как бубен шамана смотрите здесь стена дом сам каркасный стена сделана из стекломагнезита заказчик сам ее установил единственное что ну получилось так что немножко соосность совместилась плитка уходит левее немножко вы видите да то есть вот эта часть идет по линии от этой часть уходит ну и заказчик у меня попросил дмитрий выстави не по стенке печка выстави по плиточки для никаких проблем если вы делаете дома конечно запланируйте так место где у вас во первых будет печка запланируйте реально запланируйте и положите плиточку на низ это самый идеальный вариант не надо потом ничего придумывать все здесь изоляция поставлена печка была когда я приехал сюда на 10 сантиметров к стенке переслонена я ее конечно отодвинул она будет на районе 25 сантиметров от стены потому что стекломагнезит материал не горючий да она у него есть теплопроводность здесь чугун нагревается ориентировочно 300 градусов это нормальная температура не думайте о том что не нагревается поэтому для некоторых моих заказчиков одним из основных факторов при выборе печи является именно нагрев наружной стенке об этом почему-то многие молчат а именно продавцы но вы вы знаете что чугун в среднем нагревается 250 360 градусов это нормальная температура чугуна здесь уже отделка потолка сделано ну с полом понятно я поднимался когда приезжал первый раз слава богу нам повезло с потолком на потолке у нас идет балка балка идет 60 сантиметров это реально очень очень большой плюс вот она пробегает здесь и мы единственно что-то двинемся немножко выйдем где-то по центру отделка потолка уже сделано из гипсокартона поэтому обязательному пробьем где идут провода где профиля идут потому что бывает такое у меня сейчас обращение к монтажника в первую очередь кто у кого маленький опыт работы не пилите не режьте потолок если вы не уверен что там ничего нету потому что вы можете столкнуться с такой проблемой даже в потолках прячут инженерной коммуникации в том числе и сантехнические трубы и на моей практике ни один раз я встречал такое что проходили заказчику приезжаешь он говорит там ничего нету но окей ты начинаешь скрывать а там идет 16 труба металлопластиковая с уже подавлением с водой но представляете если ее распилить поэтому еще раз говорю если вы монтажники начинаете работать режьте медленно не режьте очень быстро потолки потому что бывает на видео смотришь сверлит и пошли по кругу на всю длину сабельной пилой нет ни в коем случае аккуратненько медленно не спеша это ваше время это ваши деньги не забывайте и конечно это ваша репутация единственно что у меня еще заказчик просил чтобы я это все сделал в черном свете и я сделал сейчас я вам покажу один из элементов чтобы понимали что в черном свете также можно сделать дымоходы но его сейчас в моих руках насадка нижней она также идет утепленная и вот в черном свете аккуратненько матовая финская краска я не полимерю российскими не полимерю белорусскими порошками out fin хорошо себя зарекомендовал уже течение времени у меня по ним вообще никаких вопросов и рекламации нету и здесь у нас будет стоять классическая насадка нижняя метр трубы шиберная заслонка но об этом не отключайтесь вы увидите конечно дальше видео и для кого-то это будет урок а для кого-то это будет полезной информации смотрим нам повезло еще светло пять часов вечера довольно быстро справились с объектом ветер правда дует холодно но еще светло это чем говорит что подходит уже весна и смотрите вот наш кровельный проход это силиконовый мастер флэш зеленого цвета с крыши практически угадали лист верхний вообще хорошо сел но это немножко темнее был еще светлее кровельный проход по крайней мере на белорусском рынке они вот такого цвета есть еще более светло очень светлый поэтому я как правило не беру стараюсь брать потемнее мы прошли утепленной трубой труба 120 на 200 утепленный сэндвич здесь за силиконе ли все я вам показывал каким герметиком можно работать зимой и поставили кровельные саморезы везде кровельные саморезы по всему периметру поставили герметик вместе примыкания металла трубы из нержавеющей стали из силикона ставится кольцо уплотнения не на всех объектах я ставлю но на этом посчитал что это необходимо и смотрите мы не смогли кровельный проход верхний лист металла подсунуть под конек мы близко довольно коньку здесь и одного метра нету там и я с собой взял еще привез лист металла и мы от конька запустили вниз теперь вот это вот здесь не будет собираться вода сверху все будет стекать и плавно уходить вниз сейчас-то сделана работа по всем правилам кровельных работ вот такой изоляции проблем не будет да конечно было бы идеально если было бы здесь кровельный лист металла но его нету нету потому что как правило вот эти вот работы происходят тогда когда уже крыша накрыта и идеально было бы и у меня реально там листа объектов может быть только два-три раза попадалось что у кого-то у заказчиков листы металла остаются на обрезках и тогда спускаете его просто его вниз и вообще вот работа просто на 5 но это на четверочку работа потому что это лист металла он спускается вниз ну да но при этом затекать не будет а это главное на эстетику но я не считаю что здесь как бы так некрасиво вполне все достойно и доступно полметра выкинули вставочку поставили еще и грибок наверх грибок поставили потому что дымоход с одним образом что значит нас одной это вся то есть основной дымоход он продолжение печи дымоход ставится напрямую на печь внизу конечно поставили противоконденсатная вставка но это мы спустимся я вам обязательно покажу ее и должны понимать если у вас от нуля до полутора метров от конька выходит труба то вы должны подняться на полметра выше здесь без вот этой половинки мы вышли буквально на 10 сантиметров и если поставить еще от двадцать пятку то есть насадку верхнюю то все равно довольно низко высота небольшая поэтому сейчас поставили весь метраж использовали и конечно мой грибок сейчас покажу вам по грибка смотрите по грибкам везде поставили мы заклепку мой вам совет ставьте заклепочки потому что они какой бы толщины металла бы не были сделаны если они не проварены вот таким вот образом аргона видите аргонная сварочка то они отваливаются и вы в один прекрасный момент можете приехать а у вас в печке вода стоит да потому что вот эта вот шляпка верхняя часть она просто улетает отскакивает поэтому ставьте и спите спокойно еще насадка верхняя она также утеплена вся система собирается конечно по конденсат и в моем случае она собирается от самого начала печи по конденсат и до самого верха все спускаемся вниз и смотрим смотри сейчас нахожусь я в чердачном перекрытии внизу сделали вот такой вот противопожарный узел еще раз повторяю что противопожарный узел на каждом объекте разные здесь идет гильза гильза из нержавейки она обернута фольгированным базальтом и в два слоя то есть два сантиметра изоляции и вот такой вот набивка для противопожарных узлов черная труба выходит снаружи то есть здесь никаких промерзания в никаких мостиков холода быть не может дополнительно изоляцию это вот которая использовалась для изоляции чердака мы ее обратно вернули здесь дополнительно еще поставили недалеко идет но это реально уже просто перебзели поставили изоляцию и вверху вот такое вот кровельное крепление для чего она нужна для того чтобы труба не ходила влево вправо для того чтобы если там ветер сильный будет чтобы не било по экрану потому что если здесь крепление ставить то постепенно вибрация такая происходит и она может отдавать вниз на противопожарный узел и конечно мы здесь все вот таким вот образом бы заизолировали фольгированным базальта он не очень нравится пропал не было нас продажи но теперь слава богу он есть и я его активно очень использую потому что он реально классно потом я по нему тоже сделаю обзор но это все попозже на все времени к сожалению мне не хватает но и вот здесь оголили металл все ровненько аккуратненько труба стоит все надежно установили печку печка напомню чугунная тол f602 поставили метровую трубу но перед метровой трубы у нас стоит противоконденсатная вставка что это такое перейдите по ссылке я уже делал обзор по противоконденсатной вставке то есть конденсат который течет он стекает весь во внутрь топки почему делать так потому что собирается печка нас одним образом то есть нас одной дымоход если вы соберете вот эту систему по дыму а переход делать и по конденсату у вас будут проблемы здесь у вас потечет конденсат никуда вот этого не денетесь а также оставлю вам видео с одним из моих объектов где система была собрана именно в этом месте по дыму это классика так практически собирает большинство магазинов укомплектовывают монтажников укомплектовывают это ли реально проблема поэтому я этому уделяю очень много внимания если у вас нету в регионе вот такой вот противоконденсатной вставки что можно сделать начала сделать переход который вставлялся бы ва внутрь чугунной ставочки надо его сделать снова же конденсат отправить вниз и вся система дальше уже собирается по конденсату в том числе шиберный за сумок и переход переход также идет по конденсату шибер на заслонку поставили после шиберной заслонки Идет у нас дополнительно насадка нижняя И после насадки нижней мы уже собираем утепленную трубу Кольцо уплотнения и противопожарный экран Все делается, конечно, в черном цвете Это условия заказчика были, поэтому мы не могли его не выполнить Все, на этом обзор заканчивается Печку установили, все условия заказчика выполнили Заказчик приедет, скорее всего, на следующий день Возможно, я приеду с ним, сделаем какие-то замеры температурные Потому что герметику надо еще остыть Сейчас зима, а то лучше пусть двое суток вообще ее не трогать И она стоит Саусность мы соблюли Поставили по центру И, конечно, на этом мы будем заканчивать И запомните, если вы хотите печку, то продумайте, где она у вас будет стоять И подготовьте под нее основание Потому что врезаться уже в готовый дом Особенно если вы сделали уже отделку Ну, поверьте, это не очень хорошо и не совсем правильно Все, с вами был Дмитрий Михайлов Коммент бай Подписывайтесь на мой канал Заказывайте у нас монтаж дымоходов Всем хорошего настроения До новых встреч Пока